День Святого Валентина 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 Можно использовать горох. Это для того, чтобы не бугрилось тесто, да? Да. Итак, нам понадобится единственное, что небольшой противень для того, чтобы все это выложить удобней. Но я могу тебе доверить еще и бобы. Я буду принцесса на бобах. Мы отправляем их в духовку на 15-20 минут при температуре 200 градусов. Лодочки из слоеного теста будут выпекаться 15-20 минут, а для нас с вами время пролетит незаметно. Мы сегодня готовим закуски к празднику. И лодочки из слоеного теста уже 15 минут в духовке. Видно, что они уже подошли так к прихватке. Я предлагаю восхититься этими лодочками. Так действительно прекрасные лодочки. Фасоль, конечно, тут лишняя. Ну, в смысле, она сделала свое дело. То есть лодочки сейчас остывают, а мы готовим мусс. Да, а мы готовим мусс. Потому что это лодочки из слоеного теста с муссом из тунца. Тунец мы будем перебивать в блендере. К тунцу мы положим рикотту. Уже достаточно широко известный в наших рецептах сыр. Хотя можно использовать любой сыр, не очень жирный. Творог вот такой мелкозернистый. Сливочный сыр какой-нибудь, да? Можно использовать сливочный сыр, хотя он жирнее. Да. Или приготовить рикотту дома самостоятельно, потому что Таня Литвинова уже рассказывала нам, как это сделать. Значит, я буду в блендере перебивать тунец, желток, рикотту, черный перец и немного лимонного сока. А вот тебе доверю взбивать сливки. Я надеюсь, венчиком у тебя это достаточно хорошо получится. Отлично. Сливки достаточно жирные, я смотрю, да? Да, здесь сливки порядка 30%. А сколько тунца? Ты прям вот всю баночку? Ну, порядка 200 граммов. Может быть, чуть-чуть больше, чуть меньше. Тут уже не столь суть важна, потому что мы все-таки делаем мусс. Нам для такого количества тунца понадобится один желток. Рикотты у нас 150 граммов. Добавляем немного черного перца. Здесь он будет очень-очень хорошо звучать. Ну и, конечно же, соль, потому что, в принципе, в этих продуктах самостоятельно нет соли. Доливаю сливки. Так, в принципе, у нас получился достаточно жидкий мусс, но при нахождении в холодильнике, конечно, он приобретет более плотную консистенцию. И после этого мы зальем его уже в лодочке. То есть сейчас отправляем в холодильник? Как долго, думаешь, ему нужно там будет простоять, чтобы загустеть? Ну, я думаю, что 10-15 минут ему хватит. И нам надо поторапливаться, а то скоро 14 февраля, а у нас еще закуски не готовы. А я еще ни одной истории не рассказал. Об этом я вообще молчу с возмущением. И как раз у нас есть время заняться вторым блюдом. А именно у нас будет мусс из авокадо, из сливочного сыра. Згідно с археологичными данными, авокадо культивировался уже в третьем тысячелетии до нашей эры в Китае. Любовь до подребнения и перетворения будь-якого продукта в нижние кремы и суфле належит французам. Саме они вынешли дивовижный рецепт мусс из авокадо, поединавши его с нижним сыром. Уже подготовлены хрустящий бекон. Я хочу два слова сказать, как он делается. Ну, стандартная процедура. Нужно тонко нарезать бекон, ну или грудинку в нашем случае, выложить в духовку на фольгу или на пергамент. При температуре 200 градусов, если есть конвекция, включить конвекцию, и он будет равномерно и по чуть-чуть выпускать жир. То есть нам нужно, чтобы бекон стал хрустящим и достаточно сухим. Нам нужно порезать авокадо. Как ты? С удовольствием. Хорошо. Давай, две штуки нам пойдут на мусс. Сережа, если пройдет еще одна минута, а ты не расскажешь хотя бы одну романтическую историю, то я тебе лодочку из авокадо надену. Все, я, значит, сдаюсь. Да, сдавайся. Первая история была в школе. Ну, как несложно догадаться. Девушку звали Света, мы с ней учились в одном классе. Ну и, как ты помнишь, раньше таким наивысшим видом признания дружбы считалось сидеть за одной партой. И, на самом деле, для того, чтобы Света со мной наконец-то села за одну парту, мне пришлось сделать ей калаш. Потом она мне доверила носить портфель. Было такое. Так. Вот. Ну и, как апофеозом наших отношений, мы стали сидеть за одной партой. Причем за последней. Это было... Тогда все было гораздо проще. То есть достаточно было приготовить что-нибудь необычное такое, оригинальное. И этим уже можно было привлечь внимание девушки, женщины. Я перебил авокадо и сливочный сыр. То есть сначала в грубую такую консистенцию. И сейчас я добавлю айран. Продукт, который продается практически в любом магазине. Кисломолочный. И немного газированный. Да. Он имеет вот очень легкую такую вот приятную текстуру и такой же запах. Поэтому он в этой комбинации будет очень хорошо. Когда мы уже более-менее получили однородную консистенцию, можно добавить более мелкие ингредиенты. Например, надо немного сахара добавить. Точно? Да. Добавляю немного перца традиционно и добавляю немного соли. А мы тоже в лодочке будем его закладывать? Нет, мы будем использовать железные формочки. Ого. Да. То есть мы получим формованный мусс. Поэтому, конечно, он тоже должен будет пойти в холодильник. А такие формочки, как для кексов, подойдут? Да. Вот как раз они и подойдут. Единственное, что нам нужно сделать вручную, чтобы хорошо точно перемешать, это смешать наш мусс с желатином. Здесь желатин, замоченный в лимонном соке, немного подогретый. Нам осталось взбить белки. И все это качественно смешать, лучше это сделать руками. Я тебя попрошу вмешать сюда немного желатина, а потом мы добавим туда еще белки. А что за история с кораблем у тебя была? С кораблем история со светой номер два. Еще понадобится тебе сюда две столовые ложки лимонного сока. Это он. А я пока займусь взбиванием белков. У нас здесь белки от двух яиц. Все, пену мы имеем. Давай я буду добавлять, а ты будешь прям так размешивать. Именно вот снизу. Я снизу, да. И теперь все, что тебе остается, это наполнить вот эти замечательные три формочки муссом. Ну, практически... Доверху? Ну, практически, оставь немного пространства. А я займусь соусом. Бекон, который, я уже сказал, был подсушен в духовке. То есть у нас должны остаться вот такие вот кусочки для того, чтобы они все-таки ощущались во время еды. Слегка похрустывали. У нас будет еще один ингредиент, который хрустит. Это орехи. В данном случае у нас кэшью. Но может подойти, в принципе, любой орех, который обладает хрустящими свойствами. Итак, продолжая подготовку к празднику Святого Валентина, хочу отметить, что каждой закуске для романтического ужина полагается романтическая история. Первая романтическая история к лодочкам была о Светлане из школы, которая позволила тебе сидеть рядом. Света номер два, что позволила тебе? Самое время для второй романтической истории. Там, конечно, уже было все пожестче. В смысле, поинтереснее. Ну да. То есть я уже был взрослее. Не мальчик, но муж. Не мальчик, но муж. Ты уже знаешь, и все наши друзья знают, что я много своей жизни посвятил времени музыке, трубе. Мне даже довелось поработать на пассажирском теплоходе Лев Толстой. Ух ты. Музыкантом, да. Ну, одна из самых лучших работ в моей жизни. Мало того, что ты отдыхаешь, тебе еще за это платят деньги. Вот так ты относился к работе. Был рейс, на котором было очень много мужчин и очень мало девушек. Я просто хочу сейчас закончить соусом и все тебе расскажу. Все. А это соус? Ну, это можно называть соусом, такой топпинг. То есть мы добавим сюда еще бальзамический уксус и будем использовать вот для этого мусса. Ну, его надо поставить в холодильник. Давай. Надолго? На три часа. Все, что осталось сделать, это добавить в нашу смесь орехов и хрустящего бекона немного горчицы. Только смотрите, не перепутайте. Положите такую горчицу, которая мягкая. Немного бальзамического уксуса. Совсем чуть-чуть, чтобы просто связать все ингредиенты вместе. Немного масла для вкуса. Пока ты занималась своими делами, я втихаря поставил тебе в холодильник запасные формочки. Так что у нас есть мусс для того, чтобы попробовать. Только единственное, что я попрошу тебя поставить чайник, потому что нам для нашего мусса понадобится горячая вода. В таком виде через три часа получается наш мусс. Поэтому все, что остается, это нам опустить эти формочки на несколько секунд в горячую воду. Соответственно, они чуть-чуть подплавятся и легко так... И, в общем-то, поскольку у меня были неоспоримые преимущества по сравнению с обычными туристами, я мог подарить девушке песню просто так, а они могли подарить только за деньги. Я посвятил ей песню, которая была фирменным моим хитом, который любили и шахтеры Донбасса. Были такие... Особенно много почему-то у нас было нефтяников из Тюмени. И они очень любили... А эта девушка Света, она была шахтер или нефтяник? Нет, она была студент из Одессы. Это была тема из кинофильма «Долгая дорога в Дюнах». Это был мегапопулярный фильм в то время. То есть я уже не помню сюжет, но я помню, что он был достаточно драматический. И песня эта вызывала... Вызывала бурю эмоций. И когда я со сцены посвятил эту песню Свите, она выбрала меня как музыканта. Я считаю, что это была большая победа моя как музыканта. Итак, у нас здесь уже из формочек я достал наш мус из авокадо. Я, кстати, пока мы будем доделывать все, я положу его в холодильник обратно. И он вот схватится за счет того, что мы все-таки расплавили немного сверху. Итак, у нас практически готовы две закуски для романтического вечера. И есть еще одна. Это, скажем так, больше уже салат. Но самое интересное, что он подается в авторских сырных корзинках. Само по себе это уже интересно. Традиция подавать салаты и другие стравы маленькими, отокремленными порциями, что стала такой популярной в последние годы, не зупинилась на использовании склянной или съемной формы с теста. Вы, может, удивитесь, так кошки для салата можно выготовить даже из обычного твердого сыра. И поэтому для этого нам понадобится натертый сухой сыр. В данном случае у нас пармезан. Но, в принципе, подойдет любой. И все, что нужно для этого сделать, это включить сковородку на средний нагрев. Таким образом, мы высыпаем на сковородку сыр. Он немного плавится. И вот когда он превращается в такой уже достаточно однородный блинчик, мы его снимаем, кладем на стакан. И пока он теплый, мы формируем корзинку. Прелесть. Так, и еще нам понадобится для третьего блюда, чтобы ты нарезала авокадо кубиками, и болгарский перец с полосочками. А сколько авокадо? Ну, давай половинку. У нас много. Это уже третье у нас блюдо. Я думаю, что нам хватит. По кругу высыпаем. А там уже волшебство происходит с сыром. Сыр очень быстро плавится и точно так же быстро может пригореть. Поэтому стоит смотреть за этим процессом. Сереж, ну если у тебя есть история о том, как ты покорил девушку с помощью музыки, а потом ты решил все-таки кулинарии больше времени посвящать, значит, у тебя есть романтическая история, связанная с кулинарией? Это не совсем романтическая история. Это история последнего времени. Некоторое время назад мне пришла в голову идея сделать мужской кулинарный клуб. Именно там вот находить какие-то фишки, советы. Ну там только мужчины собираются, готовят. И одна из тем, которые мы там обсуждаем, как там приготовить, например, романтический ужин, как быстро приготовить. То есть такие мужские секреты. Я называю это мужская кухня. Сковородка должна немного остыть, чтобы сыр легко снимался уже с поверхности. А что вот теперь делать с этими авокадо? Мы немножко сбрызнем их соком лайма. И также, ну, наверное, на четыре части порежем черри. Потому что у нас это будет салат с руколой. В принципе, да, то есть все ингредиенты должны быть более-менее одного размера. Вот, смотри, что происходит. А-а-а! Ой, какая прелесть! Итак, я хочу напомнить, что последнюю третью закуску, если идет авокадо, черри, рукола, креветки, болгарский перец. Итак, в принципе, у нас уже почти все готово. Я сейчас возьму мусс, начиню им наши лодочки. А ты, в принципе, можешь заняться тем, чтобы подготовить салат, который будет находиться в наших вот этих корзиночках. То есть мы эти сырные корзиночки начиняем салатиком? Да. А заправка какая будет? Лайм, растительное масло, да, немного соли, немного перца. Тут, конечно, без кондитерского мешка не обойтись. Это еще и красивее будет. Да, то есть, как мы уже говорили, вполне подойдет в том числе и какой-нибудь пакетик. Да, я тебе транспортирую лодочки. Спасибо. А рукола тоже в салат, да, Сергей? Да, рукола в салат. Я возьму парочку. Поскольку мы используем руколу, я думаю, что есть смысл буквально чуть-чуть сбрызнуть маслом. Просто и для глянца, и для вкуса. Вот так вот, несколько капель. Прекрасно, я считаю. И мы очень скоро попробуем все три вида романтических закусок, а я пока напомню, как мы их готовим. Для приготовления лодочек с тунцом вам понадобится слоеное тесто, консервированный тунец, сливки, рикотта, яичный желток, соль и перец. Сформируйте из теста лодочки и выпекайте 15 минут при 200 градусах. Для начинки перемешайте тунец, рикотту, желток, соль и молотый перец. Начините полученной смесью готовые лодочки. Для приготовления мусса из авокадо вам понадобится авокадо, яйцо, сливки, лимонный сок, сливочный сыр, желатин, сахар, соль, перец, поджаренный бекон, сладкая горчица, орехи кэшью, бальзамический уксус, растительное масло, руккола. Перемешайте в блендере до однородной массы мякоть авокадо, сливочный сыр, сливки, соль, перец и сахар. Затем добавьте замоченный желатин и лимонный сок и взбитый в пену белки. Хорошо перемешайте, залейте в формочки и оставьте застывать в холодильнике на 3 часа. Ломтики бекона запеките до хрустящего состояния, измельчите и смешайте с дробленными орехами. Заправьте горчицей, бальзамическим уксусом и сбрызните маслом. Выложите получившуюся смесь на застывший мусс. Для приготовления сырных корзинок вам понадобится твердый сыр, помидоры, креветки, авокадо, руккола, болгарский перец, оливковое масло, перец, лайм. Насыпьте на разогретую сковороду тертый сыр тонким слоем. Когда он расплавится в блинчик, переверните его на стакан и сформируйте корзинку. Приготовьте салат из помидоров, креветок, авокадо, рукколы, перца. Разбрызните соком лайма и маслом. Поместите салат в корзинку. Сереженька, я даже не знаю, что нам показалось более захватывающим и интересным. Твои романтические истории или вот эти великолепные закуски. Наверное, и то, и другое, правда? Так красиво получилось. Первым нужно попробовать мусс из авокадо. Я так, чтобы вместе с хрустящими элементами. Удивительно. Причем я вот до конца не понимала, до того момента, как попробовала, предназначение вот этого соуса. А потому что не угадаешь, из чего это. И не догадаешься, что это бекон и орешки кэшью смешанные. Здорово. Второй закуской в нашем с тобой сегодня романтическом меню будут лодочки с тунцом. Хрустящая нежнейшая лодочка и мусс изумительно вкусный. Опять же, вот ты так приготовил его, что даже запаха рыбы нет. Очень вкусно. Тунец великолепен. Мне очень... Я даже не могу сказать, что мне больше нравится. И то, и другое. Вот почему-то хороша идея сразу три закуски приготовить для романтического ужина. На самом деле, я хочу сказать, что не только тунец, вот таким образом можно облагородить любую практически рыбную консерву в масле. Вот действительно хорошая идея. Ну что? Здесь, конечно, секрет в корзинке. То есть, по сути, можно и другой было салат положить в эту корзиночку из сыра. Корзинку приготовить легко, она очень вкусная. Казалось бы, ну что такое жареный сыр? Она и в меру солененькая, такая хрустящая, мне очень нравится. Жареный сыр любят многие, и в данном случае он приобрел абсолютно другую форму. Ты знаешь, вот настолько удались тебе закуски. Спасибо огромное за эту великолепную идею. И мне очень хочется, чтобы и мои гости тоже смогли сегодня попробовать. Ради такого праздника я готов на все. Ты приготовил? Да. Ура! Угощайтесь, пожалуйста. И вы? Пока гости пробуют закуски, и прежде чем мы узнаем их мнение по этому поводу, скажи, пожалуйста, можно ли заранее закуски эти приготовить? То есть, они хранятся или лучше вот прямо впритык к романтическому ужину? Ну, смотря что, например, муссы, вот этот и этот, вполне могут храниться в холодильнике порядка 3-4 дней. То есть, ничего с ними не будет. Конечно, сырная корзинка не будет храниться, она должна быть свежей, поэтому она будет хрустящей. Ну, и соус, соответственно, тоже. То есть, но все оставшиеся этапы достаточно быстрые. Вот если накануне или пару дней до того сделать основные процессы, сам праздник, то есть, очень немного времени понадобится. Ну, как вам закуски? Отлично! Всем понравились, чем я и не сомневалась. Огромное тебе спасибо. Это действительно и легкие, и вкусные, и питательные закуски. Все, что нужно для романтического ужина. Привет, Ютюб! Хочешь знать много интересных рецептов со всего мира? Подписывайся на наш канал, и будем готовить вместе! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...